Всем привет! Вы смотрите программу «Наше здоровье». Снова начать улыбаться или грызть хрустящие зеленые яблоки. 3D-моделирование челюсти позволяет людям, которые перенесли тяжелое онкологическое заболевание или сложенную травму, вернуться к полноценной жизни. В сегодняшней нашей программе расскажем об этой методике. Просят модели, просят фотографии до, просят фотографии после. Зачем челюстно-лицевые хирурги оборудовали фотостудию? Хирургия при помощи технологий, таких как компьютер, 3D-технологии, становится более точной наукой. Как 3D-моделирование позволяет отрепетировать каждое движение хирурга в операционной. Мы можем увидеть, кто когда планировал этого пациента, кто сканировал его штрих-код на въезде в операционную. Как бумажный браслет на запястье может защитить пациента. В операционной БСМП хирурги стоматологического отделения с помощью 3D-технологий заново собирают лица. К счастью, серьезные реконструкции костей черепа проводить приходится нечасто. Но бытовые травмы никто не отменял. И в повседневной жизни челюсти страдают очень часто. Самых разнообразных это огнестрельные ранения, укушенные раны, онкологии, какие-то травмы, которые запущены. И даже воспалительные заболевания челюстей. Если там где-то в отдаленных регионах, человек ломает костную ткань, ну челюсть, предположим, появляется у стеомилит, конечно, ткани страдают. Воспаление их разрушает. При помощи этих пластин, ну или вообще вот этой философии, мы можем помочь человеку более качественно восстановиться. Около 3% пациентов – люди с новообразованиями костей лица и челюсти. Обнаруживают их, как правило, случайно. В томатологических клиниках обычно делают снимки точечно, смотрят конкретный зуб, а не всю челюсть. Потом, если опухоль агрессивная, пациенты передают под опеку онкологов. А если опухоль признают доброкачественной, пациент остается у челюстно-лицевых хирургов. Раньше была сложность. Сложность раньше заключалась в том, что эндопротезы из стандартных титановых пластин приходилось изгибать, подгонять под участок резюцируемого опухоли непосредственно в ране, что приводило к длительности оперативного вмешательства и не совсем корректному восстановлению. При помощи 3D-моделирования, которое мы используем последние несколько лет, время оперативного вмешательства сократилось примерно на треть. Перед заведующим стоматологическим отделением Максимом Казанцевым 3D-модели его пациентов. На них врачи репетируют каждое движение, которое потом будет воспроизводиться в операционной. Некоторые модели после того, как мы смоделировали, они приходят в негодность. То есть, ну, пришлось немножко подсклеить для эстетики. То есть, на самом деле, на самом деле, оно вот так. То есть, это уже использованная модель, просто немножко подвосстановили. То есть, нужно было восстановить вот эту часть, прирастить, да? Нет, не прирастить. Это была модель, вот эта часть вот так вот была. Она была, челюсть отпилена таким вот образом. И здесь восстановлена реконструктивная пластина с эндопротезом височно-нижечелюстного состава. То есть, это все распиливается до операции. Как правило, восстановление лица после болезни или травмы – операция плановая. Пациента к ней готовят несколько недель. Он заранее проходит компьютерную томографию. В специальной программе создается полномасштабная модель его челюсти, которая потом отливается из пластика. И только тогда человека кладут на операционный стол. Все доступы, максимально стараться работать из полосерта, но это мы как челюстно-лицевые хирурги делаем. Если нам необходим доступ снаружи, то уложить в естественные складки, чтобы минимизировать доступ. Например, часто работаем на волосистой части головы, волосы вырастают, не видно. То есть, конечно, к любой операции мы не просто там тупо печатаем модели, идем там на обум, прорабатываем доступы, как лучше сделать, как подойти к этой манипуляции. Плюс ко всему, именно в нашей больнице есть очень большой опыт операций по травмированным людям. То есть, мы очень много оперируем после ДТП, после каких-то бытовых травм. Это, конечно, наш конек. Челюсти, посмотрите, вот они вот такого размера. Это вот сами пластинки. На этом учебном пособии технологию восстановления челюсти объясняют студентам и пациентам. Титановая пластинка невелика по размеру, как правило, хорошо приживается и не доставляет пациенту дискомфорта. Но для больших повреждения она непригодна. Вот для пациента из Новосибирска, например, чтобы восстановить лобную кость, врачи использовали специальные протезы. Если ситуация не позволяет заместить данный дефект титановой пластиной, ну, проэндопротезы, мы изготовлены из титановой пластины, то прибегаем уже к таким методикам. Как правило, это либо резекция нижней челюсти полная, где нереально при помощи титановой пластины заместить дефект, поскольку нижняя челюсть, она достаточно объемом большая. Либо отсутствующие какие-то лицевые кости, лицевые фрагменты. Хочется поблагодарить Красноярск, Красноярскую больницу и в первую очередь врачей, что взялись вообще сделать, что все было проведено вообще на высшем уровне. Достаточно серьезную подготовку провели, и сама операция была проведена очень хорошо. Ну, бывает, что пациентов сюда доставляют по скорой, хотя врачи отмечают, что пострадавших в ДТП с жуткими травмами в последнее время становится все меньше. Зато появилась новая категория травмированных. Этим летом к челюстно-лицевым хирургам привозят самокатчиков. Выглядящий безопасно транспорт развивает достаточно высокую скорость, и падение с него на асфальт и тротуарную плитку может грозить тяжелыми травмами с долгим лечением и таким же долгим восстановлением. Когда человек попадает в ДТП, как при помощи 15-20 пластин мы собираем лицевой скелетом, ну, это длительная манипуляция, 4-5 часов, но мы стараемся сделать, чтобы пациент выглядел хорошо и, главное, был счастлив и мог жевать, чтобы его качество жизни не страдало. Для нас это является основной задачей. Яблоки можно есть? Яблоки? Да, через два месяца можно. Да, если зубы есть. В ординаторской челюстно-лицевые хирурги оборудовали маленькую фотостудию. Мы смотрим пациента до, мы смотрим пациента после и также фотографируем пациентов уже в процессе реабилитации спустя месяц, два, три, полгода, год после оперативного лечения. И сравним. Делаем фотопротокол. Ну, а теперь перенесемся в Красноярскую краевую клиническую больницу и поговорим о безопасности пациентов. Всемирная организация здравоохранения объявила 17 сентября днем безопасности пациентов, чтобы уменьшить риски для людей, которые оказываются в больницах. Эти меры оптимизируются год за годом. Ну, этот браслет означает, что вот я, Рудаков Николай Михайлович, ну, тут созвездочный ход, наверное, есть. Чтобы не перепутали меня ни с кем. А желтый браслет. Я передвигаюсь на четырех опорах. Под четырьмя опорами Николай Михайлович подразумевает костыли. Сначала мужчина с трудом передвигался из-за проблем с тазобедренным суставом, а теперь восстанавливается после его замены. Я посмотрел, почитал, что да, делается операция, заменяется тазобедренный сустав. Ну, конечно, не сразу бегаешь, а все со временем нормально все становится. А пока Николай Михайлович окончательно не пришел в норму, у него велик риск падения. Возможные риски определяют для каждого вновь поступившего пациента. И если на своих двоих человек стоит не очень уверенно или имеет сильную аллергию, на него надевают цветной браслет, чтобы медсестры и врачи понимали, какие опасности могут его поджидать. Это замечательная вещь, оценка риска падения, поскольку мы, заранее беседуя с пациентом, уже понимаем, насколько этот пациент подвержен дополнительным рискам. То есть, представляете, пожилой человек ночью встает и падает, ломает шейку бедра. При этом человек поступил в больницу, ну, условно говоря, там, с нарушением ритма сердца. Самое сложное, что происходит с пациентом в больнице, это операция. И здесь, кроме рисков, которые несет в себе само вмешательство, накладываются и другие. Так, человека с открытой раны необходимо защитить от инфекций и застраховать пациента от возможных врачебных ошибок. Перед операцией больного несколько раз сканируют и проверяют, какое именно вмешательство ему необходимо провести и где. А любая операция в обязательном порядке содержит три таймаута. Таймаут подразумевает полную остановку операции. Перед ее, в принципе, началом анестезии. Тогда мы проверяем, что вся бригада уже собралась, что все оборудование готово, чтобы не было во время самой операции каких-то поблажек или, может быть, каких-то маленьких или крупных, да, несчастий. И здесь мы понимаем, что мы можем уже вводить пациента в наркоз. Следующим этапом мы проверяем еще раз, когда пациент в наркозе, что все готово. Есть определенный перечень вопросов, которые читает анестезиолог, и вся бригада отвечает на них. И мы можем начинать разрез, то есть проводить уже именно нарушение целостности кожных покровов, да, произведя какой-то разрез тот или иной. И последним этапом – это третий тайм-аут, когда мы обязательно пересчитываем весь использовающийся хирургический материал в виде салфеток, шариков, да, которые использовались во время операции. Безопасными должны быть и условия пребывания человека в больнице. Это большой комплекс мер от всегда горящих лампочек до таблички «Мокрый пол» в помытом коридоре и жесткого контроля за работой всех служб в больнице и использование нового высокотехнологичного оборудования. Для того, чтобы вообще, в принципе, понимать, что происходит в большой больнице, да, что может, на каком шагу, этапе, да, подстерегать, какая опасность пациента, мы прежде всего должны собирать и знать, какие существуют проблемы. Существующая порочная практика во многих странах, в больницах и вообще везде, в принципе, в мире, о сокрытии каких-то ошибочек больших или маленьких, да, о каких-то проблемах, о которых не принято разговаривать, да, и вслух, и как-то их тоже. Почему-то вуалируют за какими-то там ситуациями. Это порочная практика, потому что она приводит к тому, что ни сотрудники, ни руководство организации не знают об этой проблеме, соответственно, не могут ее исправить, а страдать будут кто. Конечно же, получать ли медицинскую помощь это пациенты. Но есть еще один важный момент для обеспечения безопасности пациента в больнице. И зависит он от его собственной сознательности и ответственного отношения к здоровью. Я себя в отделении жестко требую от сестер, чтобы это было до пациента донесено, что там запрещено курить. И вдруг я иду на обход и чувствую запах табака. Я говорю, коллеги, а кто у нас позволяет себе курение в отделении? Если пациент уже в состоянии курить, ему нечего делать в отделении отложенной кардиологии. Значит, курить он может дома. Вы смотрели программу «Наше здоровье». Все вам самого доброго. Берегите друг друга и до новых встреч. Пока!